Приветствую вас, предоставил ваш вопрос. Я понял, что вы создаете такой вот формат как бы рекламы, то есть вы стимулируете коллег, в том числе и меня, рекламировать свои услуги, рассказывать, чем мы могли бы вам помочь, хотя обычно этим занимается клиент сам, смотрит профиль экспертов, читает ответы экспертов или слушает в моем случае и в случае еще с некоторыми коллегами ответы экспертов, и уже на основании этого объема информации принимает решение о выборе себе постоянного психолога для решения проблем и комплексов, которые мешают жизнь, как вы говорите. Значит, что я вам могу предложить? Знаете, мне бы не хотелось рассказывать о том, что я использую в своей работе, какие методы. Потому что методы это банально. Гестальт подход, психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия, смысловая терапия Виктора Франкла и другие подходы. Помимо того, что моя специализация это психология личности, то есть основной центр моих интересов, это личностный подход в культурно-историческом разрезе. Ну, опять же, не думаю, что вам об этом. Это прямо так и уж что-то скажут. Вот. Просто хотел бы, чтобы вы, наверное, посмотрели мои ответы, послушали их, посмотрели, как я работаю, как я разбираю проблемы людей, и, собственно говоря, исходя из этого уже сделали вывод. Ну и другие профили экспертов посмотрели конец контроля. Значит, вы говорите, что у вас комплексы. Ага. Ну, если у вас комплексы, то именно по комплексам сразу. Я бы хотел порекомендовать вам книгу «Я умею прыгать через лужи». Это вот такое произведение, которое отражает общественную парадигму развития комплекса. То есть комплекс всегда социально обусловлен. Вот в психологии есть индивидуальное понимание комплексов и социальное понимание комплексов. Так вот, в позиции именно социально комплекс — это именно отношение общества к человеку. И вот книга «Я умею прыгать через лужи» очень хорошо, хрестоматийно показывает, как работает этот механизм. На примере ребенка, который, обладая определенными физическими особенностями, чувствовал себя полноценным в группе ребят и чувствовал себя неполноценным в группе взрослых. Ну, здесь надо сказать, что есть свои особенности в том, что со взрослыми по отношению к ребенку появляется зона ближайшего развития, то есть перспективное развитие, то есть как бы углубленная форма развития ребенка. А за сверстниками зоны вариативного развития, то есть иные пути развития. С этим во многом связана такая особенность. Вот. То есть общество как бы своим отношением вызывает у человека комплексы. Почему? Потому что против такого человека в данном случае выступает стереотип. то есть такой вот упрощенный, универсальный инструмент восприятия первичных качеств и признаков личности, индивида, социального индивида. И вот, а если исходить из того, что комплекс это то, что формирует общество по отношению к нам, то это не более чем субъективное восприятие определенной группы людей. Я надеюсь, что вы эту книгу прочитаете, она бесплатна, и с этого начнется ваша новая жизнь, вне зависимости от того, с кем вы будете работать. Надеюсь, что моё аудиозапись вы прослушаете. С позиции индивидуальной комплексы это, во-первых, аффективно закрепленная эмоциональная связь между группой никак не связанных элементов, ну, по лексическому значению слова комплекс, то есть совокупность, сочетания. И эта эмоциональная окраска, аффективная окраска причинно-следственной связи между этими элементами и является ключевым. То есть когда-то эта связь была аффективно закреплена у вас в результате случайного течения обстоятельств, не была выражена, проработана, не были получены истинные понятия о том, что произошло, и в результате закрепилось искаженное видение того, что произошло. Ну вот, постепенно, постепенно, постепенно опять же комплексы таким образом убираются. То есть приходит понимание того, что вот определенные элементы, которые составляют комплекс, они никак не связаны, не связаны только вашим восприятием, вашим аффективным следом, и в действительности только ваше субъективное мнение о них, а просто составляет ваши комплексы. Ну и истинное понятие, которое убирает комплексы, заменяет собой искаженные понятия, которые определяют комплексы. Далее, захотелось бы найти здесь хорошего эксперта. Ну вот, что значит хороший эксперта-то? Тоже не очень понятно, вы хоть критерий какие-то написали, какой эксперт для вас хороший. Потому что, ну, у нас разные эксперты как разных направлений, так и разных ценовых категорий, и надо сказать, что вот этот вот хороший эксперт, ну это очень такое, знаете, субъективное понятие. Нет хороших и плохих экспертов, а есть те эксперты, которые вам подходят. Большую роль играет личность психолога. Бывает так, что психолог просто не ваш. Ну, такое вот тоже бывает. Который поможет мне раз и навсегда решить проблему с комплексами, которые мешают нормальной работать и в целом жить. Ну, опять же, комплексами вы жили и живете какое-то время. И, и на то, чтобы избавиться от комплексов, ну и несчастное время, вы это понимаете. Но я думаю, что в целом любой психолог поможет вам избавиться от комплексов. Просто вопрос времени. Как будут считаться личности, ваша личность и, например, личность эксперта, с которым вы будете работать? Как, например, будет проявляться ваша готовность и готовность работать? Какие у вас потребности, запросы к психологу? Это вот тоже такой довольно важный момент. Далее, значит, вы пишите, если вы берете за многодатное общение с клиентами и достаточно долгое и емкое, и вы готовы потратить несколько месяцев на решение моих проблем, то я буду рада такому психологу. Вопрос только один. Кто занимается и готов этим заниматься? Странный, если честно, вопрос. Все психологи занимаются этим. Правильно вам сказала моя коллега. Все психологи занимаются этим. Долгосрочное консультирование является одной из форм работы психолога и консультант, психолог-консультант во всем счет. И опять же, я лично, раз я отвечаю, я буду говорить про себя, то я этим занимаюсь. И я готов вам помочь. Но есть, опять же, правильно сказала другая моя коллега, что есть нехорошее подозрение, что вы сами преувеличиваете свою проблему. То есть, вы говорите несколько месяцев. Откуда вы знаете? У вас уже был опыт работы с психологом? Что вы знаете, что именно несколько месяцев нужно потратить? Или что? Откуда у вас эта информация? А так, в принципе, наверное, все, что можно вам сказать. То есть, знаете, Ольга, вот, на вопрос к вам. При форме вашего сообщения, вам, ну вот, с учетом того, что это простой вопрос, даже не VIP и бесплатный, А свежет, ну, два, три, четыре, может быть, пять числа я. Лучше, лучше. С другой стороны, такой вопрос, он привлекатель для экспертов. Вот. Другое дело, как вы будете отбирать, какой хороший эксперт для вас? Вот, если вы хоть какие-то требования выдвинете, тогда. Потому что любой психолог берется за многоразовое общение с клиентами. Я вам даже быстро скажу, многоразовое общение с клиентами, это очень здорово, потому что возникает доверие между людьми. А доверие, как бы, помогает решать проблему. Так что, выбирайте и приступайте к работе. Только не затягивайте с выбором, потому что время идет. Ну, ваше время идет, я имею ввиду. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, а если вы оставляете дополнение к своему вопросу, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что вы это сделали, и я его посмотрю, и отвечу вам на него. Желаю вам всего самого доброго и удачи!